МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, здравствуйте! Нам очень приятно, что вы продолжаете присылать нам так много писем, и вот одно из них. Дорогой профессор, в прошлой передаче вы сказали, что теорема Ферма уже доказана. Расскажите, пожалуйста, какие ещё проблемы остаются в математике. Я хочу решить какую-нибудь очень-очень трудную задачу, когда вырасту. Саше Фомин 10 лет. Молодец, Саша! У тебя замечательная цель в жизни. Давайте поговорим о некоторых интересных гипотезах, доказать которые ещё не удалось ни одному учёному. И много их таких гипотез? Достаточно. Некоторые из них очень сложны. Суть их понятна только профессиональным математикам. А некоторые проблемы совсем просты на первый взгляд. Одна из самых известных связана с так называемыми совершенными числами. А ну что, очень красивые? Да, красивые в каком-то смысле. Совершенное число – это число, равное сумме всех своих делителей. Всех, кроме самого числа, конечно. Такие числа встречаются крайне редко. Самое маленькое совершенное число – 6. Оно делится на 1, 2 и 3. Числа 1, 2 и 3 в сумме дают 6. 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Следующее совершенное число – 28. 1 плюс 2 плюс 2 плюс 4 плюс 7 плюс 14 равно 28. Следующее – 496. Но у него уже очень много делителей, и мы не будем здесь их все записывать. Потом 8128. Эти четыре совершенных числа – 6, 28, 496 и 8128 – были известны еще древнегреческим математикам. А пятого никто не мог найти полторы тысячи лет. И вот, в 15 веке было найдено пятое совершенное число. Оно очень большое. Запишем его. 33 миллиона... 550 тысяч... 336. Уже в 16 веке нашли и шестое совершенное число. В настоящее же время известно 47 таких чисел. У них много замечательных свойств. А какая проблема с ними связана? Дело в том, что все эти числа четные. Скорее всего, нечетных совершенных чисел вообще не существует. Но никому пока не удалось этого доказать. Также неизвестно, бесконечно ли множество совершенных чисел, или их все-таки ограниченное количество. А еще какие есть нерешенные проблемы? Много интересных проблем связано с такой областью математики, как теория простых чисел. Ты, конечно, помнишь циркуль, какие числа называются простыми. Конечно помню. Они делятся только на самих себя и на единицу. Правильно. Простые числа ведут себя очень необычно. Никто пока не выяснил, по какому принципу они распределяются среди прочих натуральных чисел. Есть области, богатые простыми числами, и области, в которых их совсем нет. Ну, например, из чисел от единицы до ста целых 25 простых. А среди чисел от 10 миллионов до 10 миллионов ста всего два простых числа. И никто не знает, почему так происходит. Математики много веков пытались разгадать этот закон. А может, его и вовсе не существуют, и простые числа распределяются случайным образом. А, все впечатляюще! Тот, кто откроет этот закон, наверное, очень прославится. Безусловно. Это бы стало настоящей сенсацией. Еще одна загадка простых чисел известна с 1742 года. Когда немецкий математик Кристиан Гольдбах, учитель малолетнего российского императора Петра II, написал письмо великому швейцарскому ученому Леонарду Эйлеру. Гольдбах рассмотрел большое количество четных чисел и увидел, что любое из них можно представить в виде суммы двух простых. Вот так, например. 4 равно 2 плюс 2. 6 равно 3 плюс 3. 8 равно 3 плюс 5. 10 равно 5 плюс 5. 50 равно 19 плюс 31. Ну и так далее. Гольдбах попросил Эйлера доказать, что это верно для любого четного числа. Эйлер, которого другие математики называли живым воплощением анализа, много лет работал над доказательством, но ему так и не удалось ничего сделать. И ни одному математику после него не удалось справиться с этой задачей. В настоящее время гипотеза Гольдбаха была проверена с помощью современных компьютеров для чисел вплоть до 10-18 степени. Но разве этого недостаточно? Нет, Циркуль. Никто не знает точно, не найдется ли когда-нибудь еще большее четное число, которое все-таки будет никак невозможно представить в виде суммы двух простых. Так что, ребята, дерзайте. Вдруг кто-нибудь из вас найдет такое число или докажет, что его не существует. Но чтобы сделать это, надо очень постараться и еще. Конечно, нужны большой математический талант и удача. Удачи вам, ребята! А в геометрии тоже есть нерешенные проблемы? Конечно! И сейчас я расскажу вам об одной из них. Среди нерешенных проблем геометрии одной из первых мест занимает так называемая проблема плотнейшей упаковки шаров Кеплера. Ее сформулировал великий ученый Иоганн Кеплер, который более всего знаменит своим вкладом в науку о движении планет. Но его роль в математике тоже очень значима. Сейчас я тебе кое-что продемонстрирую, Циркуль. Ты же любишь яблоки? Конечно, люблю. Где-то тут у меня был ящик. Спасибо. И яблоки. Благодарю вас. Скажите-ка мне, друзья, как уложить яблоки в ящик так, чтобы их туда влезло как можно больше? Очень просто. Их нужно класть одно на другое. Давайте попробуем. КОНЕЦ Так яблоки заполнят только 53% объема ящика. При таком способе укладки промежутки между фруктами будут слишком большими. А разве яблоки можно уложить иначе? Конечно, Циркуль. Способов существует бесконечное множество. Тот, который изобрел Кеплер, называется простой кубической упаковкой. Вот видите, осталось место еще как минимум для двух яблок. А этот способ – гексагональная решетка. Если яблоки уложить так, они будут занимать уже 60% объема ящика. А еще какие способы есть? Лучший способ на сегодняшний день, Циркуль, называется границентрированной кубической решеткой. Вот он. А, все впечатляет. А еще лучший способ, нельзя придумать? В том-то и дело, за последние 380 лет ни одному математику не удалось придумать лучший способ. Но и доказать, что его не существует, тоже пока никому не под силу. Это очень интересная задача, но она трудная. А сейчас мы с ребятами хотим веселую. Хорошо, Циркуль. Будет тебе веселая задачка. Итак, условия и задачи. Из города А в город Б одновременно выехали два друга – велосипедист и мотоциклист. Скорость мотоциклиста в два раза выше скорости велосипедиста. Но на середине пути у первого сломался мотоцикл, и ему пришлось дальше идти пешком. А скорость пешехода в два раза меньше скорости велосипедиста. Кто из них доберется первым до города Б? Подожди, подожди, дай подумать. Так, мотоциклист проехал первую половину пути в два раза быстрее велосипедиста. А второй прошел в два раза медленнее. Так, получается, они придут в город Б одновременно? А вот и нет. За то время, за которое мотоциклист проехал половину расстояния до города Б, велосипедист преодолел только четверть этого расстояния. Следующую четверть своего пути мотоциклист шел пешком, а велосипедист за это время проехал в два раза больше отрезок. В тот момент они встретились, и каждому оставалось преодолеть еще четверть пути. И кто же из них раньше будет в городе Б? Велосипедист. Он же быстрее пешехода. Если он, конечно, не подвезет своего друга. Тогда они все-таки прибудут в город Б вместе. В условии задачки ничего об этом не говорится, но в жизни, скорее всего, так бы и случилось. Ну а нам пора прощаться с нашими юными математиками. Ребята, пишите нам по адресу 109-147 Москва, улица Марксиская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». И оставляйте комментарии на нашем сайте www.radostemoya.ru профессору Круглову. Мы с Циркулем постараемся ответить на все ваши вопросы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова